Приветствую вас, дорогие мои близнецы! С вами опять я, Татьяна Шманова. Сегодня мы рассмотрим годовой прогноз событий в сфере работы и финансов на 2019 год. Для этого я использую карты Таро 78 дверей. Хочу сразу же вам напомнить, что это общий прогноз. За индивидуальным прогнозом милости прошу к моему шалашу, если, конечно, будет у вас желание и необходимость в этом. Если что, пишите в мою электронную почту или на страничку ВКонтакте. Итак, вернемся к событиям. Вначале мы рассмотрим сферу работы. И первую позицию – это основные события в сфере работы для тех, кто имеет работу. Здесь выпал туз-чаш. Эмоциональный, конечно, период, может быть, у вас, друзья мои. Но оно того стоит. Почему? Да потому что это год новых свершений, замыслов, начинаний, новой работы, нового партнерства, новой профессии. Вот особенно будет фартить творческим людям. У вас, друзья мои, может случиться самый пик всплеска идей. Ну и, естественно, взлет популярности. Да-да-да-да. Одно идет к другому. Ну а вообще сказать, этот год может стать самым насыщенным в плане событий. Ваш ключ к успеху в этом году – это не стоять на месте и принимать все новое. И, похоже, вы это дело просечете. И будете пользоваться этими ключиками и налево, и направо, чтобы как можно больше открыть дверок с возможностями. А возможности, дорогие мои, будут. Будут. Это взлет карьеры, получение новой профессии и помощь, покровительство в карьерных делах и в бизнесе. То есть то, что доктор прописал. Большего желать, как говорится, и невозможно. Теперь давайте посмотрим, какие основные события ждут тех, кто только ищет работу. Здесь у нас выпал Паш Жезлов. Ну что сказать для вас, друзья, этот год может стать годом сюрпризов. Да, приятных, приятных сюрпризов. Этот аркан предвещает отличные новости, интересные предложения. Ну и очень заманчивые перспективы на новой работе. Так что держите ушки на макушке и нос по ветру. И удача к вам придет. Об этом нам шепчет двойка мечей. Она у нас находится в позиции удачи. Давайте посмотрим, какая же удача ждет вас по двоечке мечей. Вот. Вот честно говоря, что-то в последнее время у меня в годовых раскладах часто стала выпадать эта карта. И именно в позиции удачи. Меня, конечно, это радует, так как я считаю, что это своего рода джекпот. Ну, немного своеобразный джекпот, не в чистом виде, как принято это, но тем не менее. А вот. Почему? Потому что эти счастливые события, они вначале вводят человека в шок, в ступор. От неожиданностей. И также, можно сказать, даже от необычности события. Ну, я думаю, если вы внимательно посмотрите на рисунок карты. Здесь у нас монашка открыла дверь и видит корзинку с ребенком. Вот. Вы поймете, о чем я говорю. Так вот. Что может случиться в сфере работы по этой карте? Ну, если коротко, то все, что вы не ждете. И откуда не ждете? Это может быть и неожиданный взлет карьеры. И получение предложения на шикарное место, о котором даже вы не помышляли. Оно даже вам не могло во сне присниться. И это место даже может быть за границей. Что еще? Неожиданные изменения на работе, которые перевернут вашу карьеру с ног на голову. В хорошем смысле слова. Или предложат стать партнером в бизнесе. Также неожиданное покровительство со стороны влиятельного лица. И не только начальника. Неожиданная удачная сделка в бизнесе. После которой вы из малого бизнеса можете подняться на уровень среднего. В общем, дорогие мои, у каждого будет своя двойка мечей. Со своими личными нюансами. А уж какими, это, наверное, лучше вам знать. Идем дальше. По препятствия поговорим. Какие же камушки готовятся. Точнее, могут быть, а могут и не быть. Здесь у нас выпал Аркан Туз Пентакли. Вообще, значение этой карты второго. Подарок, дар. Получается, что препятствия ваши будут связаны в отказе от подарков судьбы. В необдуманных отказах. Ну, возможно, в этом году вы откажетесь от предложения, показавшегося вам неинтересным. А в последующем выяснится, что вы погорячились. И, конечно, вы можете пожалеть об этом. Или уйдете из фирмы, посчитав свою должность бесперспективной. Но это будет ошибкой. Фирма впоследствии станет очень престижной. А должность высокооплачивай. Что еще? Возможно, в каком-то деле вам не хватит терпения, веры в себя, в успех. То есть, довести это дело до конца. И вы откажетесь от него. Вот если бы этого не случилось, вы бы получили и награды, и признание, и хорошее вознаграждение. Вот такие отказы. Так что, друзья мои, слушайте свою интуицию. Ну, или тщательно просчитывайте все ходы и выходы. Так, что у нас дальше? Дальше у нас сфера денег. Основные события в этой сфере у нас пройдут по старшему аркану Шут. Что можно сказать? Аркан непростой, друзья мои, для этой сферы. Совсем непростой. Возможно, для кого-то из вас он проиграется, как легкое отношение к деньгам. А то и вообще вас не будет интересовать финансовая сторона жизни. Ну, не до того он будет. Может, какая-то идея, увлечение, какое-то дело будет занимать все ваши мысли. Тем более, надо сказать, что талантом-то вас Бог не обидел. Так что, вполне возможен такой вариант. Что еще? Кто-то из вас в этом году будет необдуманно тратить деньги. И может впоследствии оказаться в довольно затруднительном финансовом положении. Есть также вероятность рисковых операций. Непродуманных, непросчитанных. Проведенных на эмоциональном подъеме. Это может быть и вложение, необдуманное вложение денег в какой-то бизнес. Учитывая, что туз-чаш у вас в сфере работы. А может, просто необдуманное взятие кредита, денег в долг. Поторопитесь с покупкой дорогостоящих вещей. То есть, не просчитайте свои возможности в последующем. Финансовые возможности. Также в этом году вполне возможны ситуации с деньгами. Когда вот, ну, совсем пусто в кошелеке. А когда-то даже очень-очень густо. Вот. Не исключено, что в этом году вас озарит гениальная мысль. Как можно значительно улучшить свое финансовое положение. Или даже разбогатеть. И, кстати, эта идея может оказаться вполне удачной. Прибыльной. Особенно, если с вами рядом будет очень компетентный финансовый специалист. Или партнер, разбирающийся в финансах. Вот. А он у вас может появиться. Почему? Ну, об этом попозже. Давайте теперь рассмотрим, какая же ждет вас удача в финансовых делах в этом году. Здесь у нас выпала карта Иерофант Старший Аркан. О чем она говорит? Она говорит, что консультации или партнерство с финансовым асом для вас будет настоящей удачей. С его помощью вы можете решить свои затянувшиеся проблемы различного рода. По налогам, кредитам, имуществу и так далее. Этот Аркан также показывает и получение финансовой помощи со стороны родственника. Может в виде совета или в виде денег. Но, что примечательно, это для вас станет большой неожиданностью и большой удачей. Есть вероятность, что кто-то из вас неожиданно увлечется финансовой наукой. И даже пройдет соответствующее обучение. Или, или счастливый случай заставит вас столкнуться с финансовыми сделками. По продажам, по налогам, по имуществу. И вот получив этот опыт, вы начнете продавать эти знания. И, кстати, очень даже неплохо зарабатывать на этом. Вот такая удача. Теперь поговорим о препятствиях в финансовой сфере. Здесь у нас выпала восьмерочка мечей. Какие камушки здесь вас ждут? Ну, первое, и на мой взгляд, самое главное. У кого-то из вас может быть в этом году состояние, когда теряешь голову. Или когда наступает паника. Кажется, что все, проблемы нерешаемые. Что делать? Не знаю. Вот в таком плане. Ухудшить может состояние финансов и ваша нерешительность в принятии важных решений. Или даже вообще сознательный уход от ведения финансовых дел. Потеря контроля за доходами и расходами. Это вообще печалька большая. Дай Бог, чтобы в это время у вас оказался рядом партнер, который бы взял на себя эту функцию. Также могут появиться в вашем окружении хитрецы, мягко выражаясь, желающие на вас подзаработать, запудрить вам голову сомнительными сделками. Поэтому будьте бдительны и очень осторожны с финансовыми делами. Тем более в этом году у вас есть риск совершить ошибки. И на это нам очень хорошо намекает старший Аркан Шоут. Вот такой прогноз дали карты Таро на 2019 год. Мне остается, друзья мои, пожелать вам высочайших карьерных и финансовых взлётов. Полные кошельки денег. Благополучия, процветания и здоровья. Будьте счастливы, друзья мои. И до встречи на моём канале. Благополучия. 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 Продолжение следует...